Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствуем вас в телекафе «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер! Привет, Юля! Привет, Ваня! Да, в студии сегодня для вас работают Иван Ковиченко. Юля, добро! Да. Предлагаем подготовиться вместе с нами к выходным. Даже так? Можно так, я думаю, в наш эфир заявить? Ну, хорошо. Хорошо, будем готовиться. Но для начала я предлагаю узнать, о чем писали новостные порталы и что комментировали пользователи в интернете сегодня. Давай. Ну, во-первых, в Витебске появится новая велодорожка. Она будет обустроена в микрорайоне Билева вдоль Московского проспекта. Ее ширина будет 2,5 метра. И в ближайшее время будет реализован. Юля, ты пользуешься велосипедом? К сожалению, пока нет, но такая мечта. Я знаю, что очень популярный транспорт. Можешь купить велосипед и будешь ездить по проспекту туда-обратно. Значит, недавно появилась новость о том, что в Витебске подростки катались на крыше поезда «Орша-Витебск». Школьники 16-17 лет забрались на крышу поезда в районе станции Лучоса, а потом еще и бегали по крыше, снимая это все на видеокамеру. Ребятам повезло, конечно, что они остались живы, что с ними ничего не случилось. Закрыли лица. Да, но не повезло, потому что у милиции, которая их задержала, теперь есть видеозаписи всех их приключений. Ну, естественно, родители тоже об этом узнали. Школа, ну, скандал. Думаю, никто не обрадовался. Скандал. Ну, еще один экстремальный случай. Случай произошел в Беларуси на этот раз, в Гомеле. Дело в том, что там через реку Сож проходит пешеходный мост, и один молодой человек воспринял слишком буквально значение пешеходное и забрался на самую его вершину. Как выяснилось, через пару минут, когда его задерживала милиция, парень просто хотел сделать селфи. Ну, что можно сказать об этом случае? Конечно, он был на высоте, и теперь ему, скорее всего, придется заплатить штраф. Но самое обидное в этой ситуации то, что селфи так и не получилось. Потому что, как сказал парень, память на телефоне просто закончилась в самый неподходящий момент. В общем, ничего не получилось. Ну, слушай, селфи, даже есть такой термин, как селфи-зависимый. Сейчас в психологии толкают людей на такие не очень безопасные поступки, берегите себя. В психологии есть, и самое страшное, если когда-нибудь этот термин перейдет в разряд психиатрии. В общем, вот такие новости, вот что писали новостные порталы, и вот что комментировали пользователи в интернете сегодня. Да, ну, а впереди у нас выходные, и гости нашего телекафе знают, как провести его интересно и с пользой. И откуда у нас в студии появились такие интересные игрушки, яркий чайник. И в каждом ли из нас живет мастер «Золотые руки», узнаем уже совсем скоро. Это «Вечерний Витебск». Мы начинаем, и я иду к гостям. Добрый вечер еще раз. Сегодня у нас в гостях настоящие мастерицы-рукодельницы Елена Азарова и Надежда Рыбакова. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас в городе есть такой проект, называется он «Лаборатория мастеров». Елена его автор, Надежда очень активный участник. Давайте расскажем нашим телезрителям, что это за проект, кого он объединяет. Я хочу сказать, что идея возникновения такого творческого клуба возникла давно. Я хотела объединить всех мастеров нашего города и не только, где каждый мастер может проявить себя в том или ином мастер-классе. И понятно, что у каждого мастера есть своя аудитория. Более глубокие корни моей идеи заключаются в следующем. Казалось бы, так банально, но все же. Все началось из маленького кусочка мыла. Моя дочь, она у меня спросила мамы, из чего сделано мыло. Естественно, мы побежали сразу в интернет, глянули видео. Как бы интернет самый лучший помощник и друг. Глянули, оказалось, что все на самом деле просто. Мы начали делать это все дома. К нам уже стали присоединяться знакомые и мои подружки. У вас такое прям увлечение появилось. Да, появилось увлечение, и мы поняли, что нам места мало. Надо искать место, где могут его посещать наши занятия по творчеству. Не только наши знакомые. Мастерская мыловарения дома начала развиваться. Да, все именно началось с этого. Постепенно все развивалось, все набирало обороты. И сейчас у нас в нашей мастерской очень-очень много мастеров, которые хотят себя проявить. То есть, по сути, вы проводите мастер-классы, правильно? То есть, кто-то что-то умеет делать, делает это, может быть, выходной день, сидя дома перед телевизором, может быть, смотрит в это время вечерний Витебск. Да, вы собираете всех вместе и проводите мастер-классы. Кто, как правило, приходит? Это семейные какие-то истории или это дети приходят? Я хочу заметить, что сначала все начиналось с детей. То есть, на мастер-классах присутствовали только дети. Так как мы проводим наши занятия в торговом центре Марка Сити, то родители приводят своих детишек, и у них есть соблазн, да? То есть, они могут побегать по павильонам. Но и тут то было. Оказалось, что на самом деле наши занятия очень увлекательные, и мамы начали уже присматриваться, что можно делать это с детьми. Даже шоппинг вы перескакали, да? Да, даже отказались от шоппинга и начали присутствовать на занятиях вместе своими детишками. То есть, вместе с ними что-то делать, правильно? Между прочим, родители тоже иногда предлагают темы для нашего творчества. Поэтому это очень увлекательно и нравится не только детям, но и взрослым. А подождите, а что значит темы? Вы, ну как вы выбираете темы? Что вы делаете? Ну, для того, чтобы выбрать тему, долго думать не надо. Во-первых, очень много праздников, как вы сами знаете, да? Вот, поэтому вот совсем скоро у нас светлый праздник Пасхи будет, и наши дети будут выполнять какую-то подделку вот к этому празднику. Поэтому очень легко подобрать вот эту вот тему. Материалы у нас разнообразные, да. То есть, можно слой принести даже, что-то вот, если я хочу что-то сделать. А какие вообще техники? То есть, что именно вы делаете? Ваня держит пасхальное яйцо, вязанное, да, то есть, вязаные мягкие игрушки. Что еще? У нас виды творчества таковы. Мы занимаемся и битерплетением, мы занимаемся валянием, мы делаем докупаж, вот здесь вот у вас вот стоит на столике такой-то пинари. Это работа с кофе, работа с фасолью. То есть, у нас очень разнообразные подделки, как вот заметила Надя. Да, вышивка, вязание. У нас даже есть мастер по изготовлению свечей. А также у нас еще и оформление пряников есть. Да, у нас мастер вкусняшек. Она сама печет пряники, а потом занимается росписью. Очень пользуется популярностью ее мастер-класс. Вот, хотят присутствовать и дети, и мамы, и бабушки. Да, это очень интересно, увлекательно. Сам проявляешь даже свою фантазию. То есть, такие, прямо у вас такой семейный клуб получается по выходным, городской семейный клуб. Скажите, пожалуйста, вот сколько сегодня примерно, ну вот вы говорите, что приходят, приходят много с родителями, но много человек собирается, сколько вот постоянных мастеров, может быть, у вас действует по этим техникам? Да, у меня есть постоянные мастера, я хочу заметить, что я их нахожу в интернете, люди отвлекаются на мои идеи. Именно постоянных мастеров такой вот костяк образовался, да, именно с которыми я могу пообщаться, позвонить им, они мне звонят. Вот, в количестве, если называть цифру, это человек 15. Вот, ну это, естественно, не все мастера нашего города, может где-то многие там таятся, стесняются выйти и их очень много. Их очень много, на самом деле, сейчас благодаря интернету, наверное, мало есть таких девушек, которые что-то где-то не умеют делать, какие-то техники кто-то все равно осваивает, да? Ну, творчество – это один из источников радости, начнем с того, что поэтому надо радоваться и своими детьми, вот, и радостью делиться с окружающими. А вообще дети, когда приходят, ну, тяжело удержать внимание ребенка, и быстро они вовлекаются в этот процесс? Ну, учитывая, что это не школа, и проходит это не в школьной обстановке, да, поэтому увлекаются они довольно-таки быстро, не хотят расставаться, уходить. А вообще, как бы, дети проявляют даже свою фантазию, вот, вроде придумаешь какую-то одну тему, да, вот, на данный момент, вот, что-то мы делали декупаж, в то же время у детей, получается, у них фантазия работает во всех направлениях, они тут прикрепят, сюда положат, вот это приклеят, и уже совсем к другому, у них фантазия, они рассказывают даже в процессе то, что бы они хотели увидеть. А домашних заданий нет у вас? Дети успевают сделать вот за то время, которое они проводят в клубе? Ну, не всегда, наверное, успевают, поэтому... Есть, Ваня, да, домашние задания, учитывая то, что здесь на столе лежит вышивка, за одно занятие, естественно, мы такой шедевр сделать не можем, вот, они доделывают дома, и потом уже показывают на следующих занятиях, что они сделали, то есть мамой или бабушкой. Мы продолжаем, да, дальше, оформление как-то этого рисунка, вот, как бы переходят от одного творчества, получается, переходят к другому творчеству. А вообще сложно, наверное, сейчас столько всего есть придумать что-то новое, может быть, какую-то новую технику, или легко вы находите какие-то оригинальные решения для своей занятии? Такую технику можно обыграть, допустим, если кто-то предоставляет одну идею, и сделать надо именно так, как это было сказано, да, то можно обойти ее с другой стороны, начать делать, вот, и получится совершенно уже другое изделие, авторское изделие, потому как каждое изделие, оно индивидуально. Я хотела спросить, да, что, получается, если кто-то что-то вот умеет как-то очень тонко, изящно делать, да, вот, совсем уже дотошно, да, то, получается, он делает эксклюзивные какие-то вещицы, которых есть. Вот душа, и они ни на что не похожи. А когда вот это все так массово, то есть любой может посмотреть в интернете, может прийти к вам, научиться. Ну, все равно в любом случае посмотреть даже в интернете, повторить изделие, ну, никак нельзя. Все равно это получается что-то такое с душой, да? Да, все равно отличается, конечно, отличается. Хорошо. Может быть, есть у мастеров какие-то свои секреты, которыми они не хотят делиться? Какая-то авторская техника. Возможно, и есть, но в процессе проведения творческого занятия, я хочу сказать, что я настолько открыта к детям, что, наверное, эти секретики и тайны, они сами как-то вот вылазят на руку, да, раскрываются. Они раскрываются с детьми. И когда, допустим, там, надо что-то сделать, а я делаю так, вот у меня это получается не так, как там вот показано в интернете, и давайте сделаем вот так, то получается даже лучше. Находится решение, может быть, если там где-то тяжело, то находится решение полегче. Вот, поэтому, как бы, все равно мастер раскрывает свои секреты. Ну вот, а сколько вот занятий длится? Это весь выходной день или какое время можно на это потратить? Да, и занятия исключительно по выходным, но это пока по выходным дням. Ну, чтобы свободное время, да, чтобы лидерам прийти. Да, да, чтобы не было школы, не было работы у родителей. Вот. Занятия по длительности занимают 2-3 часа. За это время они и пьют чай, и кушают вкусняшки, то есть у нас всегда сладкий стол во время занятий. Это тоже привлекает детишек оторваться, да, от чего-то это, и там в любом случае. Потому что очень ушло работать 2-3 часа подряд и как бы не отвлечься на что-то. А может быть, благодаря этому клубу, проекту, мастерская, лаборатория мастеров, извините, появились у вас какие-то друзья новые? Да. Есть какой-то костяк общий, который общаетесь? Есть, есть. Я хочу сказать, вот даже вот со мной пришла Надежда, мастер, она откликнулась первая на мои сообщения. Поддержала вашу. Просто была идея, да, которую в интернет задался? Я увидела, да. Я увидела на ее страничке, она занимается творчеством, я написала ей, а почему бы не провести занятия у нас на клубе. Она поддержала, тут же позвонила мне, вот, и вот так вот и все это закрутилось. Это не одна Надежда, мастер, как я сказала, что у меня много. Я помню всех и ценю каждого, потому что именно мои мастера, с которыми я сотрудничаю, вы стоите у штурвала всего творческого процесса. Я вас помню поименно, вот, мне очень приятно, что вы со мной. А как попасть на такое занятие? То есть просто прийти или это нужно записаться предварительно? Вы анонсируете как-то это? У нас ведется группа ВКонтакте, вот, соответствующее название, да, и в Одноклассниках есть страничка, вот, можно записаться, когда выкладывается реклама данного занятия, что будет, тематика. Можно, например, взять с собой все, что нужно для этого занятия, прийти и поучиться. Знаете, ничего не надо брать. А, у вас все есть. Все это предоставляют мастера. Да, у вас все там. Вот, а можно созвониться, можно списаться, спросить именно, вот, если я приду не одна, будут ли места, то вот, пожалуйста. А с другой стороны, ведь мастера, да, которые с вами работают, которых очень много в нашем городе, вот сейчас они посмотрели нашу программу, и, допустим, они могут предложить какую-то новую технику. Они же тоже могут к вам обратиться. Да, конечно. Да, и предложить, ну, например, делать там, я не знаю, что. Мы только рады будем новым мастерам. А вот конкретно сейчас, может, кого-то ищете, что-то ждете, нет, ничего такого специально. Какая-то есть идея, вот вы бы хотели бы провести такой мастер-класс. Но нет мастера, да. Знаете, вот есть такая вот идея, мастер-класс по пошиву подушек с фото. Вот есть такие вот подушечки, да, куда вот именно на лицевую сторону приклеиваются или, ну, скажем так, внедряются, пришиваются фотографии участников. Вот есть такие мастера, я им писала в сообщениях, вот, пока они не откликнулись, может, потому что еще боятся, стесняются. Но я думаю, что у нас все впереди, вот, все это легко и доступно. То есть не надо стесняться к нам, заходите на нашу группу, мы готовы с вами сотрудничать. Хорошо, и очень здорово, что в городе появляются такие инициативы, которые просто объединяют людей, которые вместе хотят заниматься творчеством. Творческих площадок тоже у нас много в городе. Какая культурная афиша ждет у нас на выходных, давайте сейчас посмотрим. Давайте. 16 апреля Белорусский театр «Лялька» представит сказку «Ямелева счастье». В спектакле переплелись сразу четыре русских народных сказки «Ямеля дурачок», «По щучьему веленью», «Царевна не смеяна» и «Танцевальная гармония». Зрителей ждет шуточная постановка о доброте, человечности и смекалке. Начало в 11.00. Витебский краеведческий музей приглашает на интерактивную выставку занимательных наук «Экспериментус». В экспозиции представлено почти сотни изобретений разных эпох. Посетители смогут воспользоваться всеми приборами и устройствами выставки, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к удивительному миру науки, понять действия физических законов и получить объяснение удивительным природным явлением. Начало выставки в 10.00. В Витебской научно-технической библиотеке пройдет новая научно-популярная лекция проекта «Наука вне себя. Звездное небо над нами». Известный белорусский астроном Владимир Александрович Голубев расскажет о положении планет, фазах Луны, метеоритах и астероидах, колонизации Марса и интересных астрономических событиях 2016 года. Фот свободный. Начало в 13.00. Арт пространства Толстого 7 представляет выставку графики Елены Мурадян «Жизнь в картинках». Молодая художница представила серии работ, выполненных в смешанной технике, объединенных темами «Человек», «Животное» и «Мебель», экспериментируя со стилем комикса, книжной иллюстрации и академического рисунка. Выставка работает с 10.00. Выставочный зал «Духовской Круглик» приглашает на фото выставку астрофотографа Виктора Малышица «Беларусь. У обдымках зор». Работы автора впервые экспонируются в Витебске. Знатокам астрономии, любителям фотографий и всем, кто стремится нестандартно смотреть на жизнь, представится возможность пообщаться с автором проекта и познакомиться с тонкостями необычного, трудоемкого процесса съемки «Таймлэпс», а также услышать много нового о загадочном звездном небе Беларуси. Начало в 10.00. Музей-усадьба Ильи Вепина-Здравнева представляет выставку фотографии протоиерея Александра Захарова и графики Татьяны Борисевич «Лирика полета», посвященную Международному дню птиц. Необычная совместная экспозиция предлагает зрителю взглянуть на осторожных и удивительных пернатых созданий с обычно недоступной взгляду стороны. Начало выставки в 10.00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет драму в двух действиях «Леонида не вернуться на землю» в постановке Михаила Краснобаева по роману Владимира Короткевича «Нельзя забыть». Два столетия, четыре судьбы, повязаны в одно. Что это? Память предков или пути истории? Очевидно лишь, что любовь передается через кровь. Входит в генетическую память человека, если это настоящая любовь. Начало спектакля в 18.00. 17 апреля Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей «Тером Терамок». Пьеса «Бута» специально написана для волшебного представления в Театре кукол с неограниченными возможностями для фантазии режиссеров и артистов. В этом спектакле, как ни в каком другом, нашлось место кукольным фокусам, которые с первых минут зачаровывают и малышей, и их родителей. Начало спектакля в 11.00. Витебская областная филармония представляет музыкально-сказочное представление «Приключения гнома Бимбома». Солисты филармонии подготовили программу, которая позволит встретиться с замечательными образами детства, нарисованными богатым и выразительным языком музыки. Удивительно милые и простые песенки расскажут об увлекательных музыкальных путешествиях гнома по имени Бимбом. Начало в 11.00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку авторской куклы «Госпожа кукла Зазеркалье». На выставке будут представлены куклы и мягкие игрушки из всевозможных материалов, выполненные в разных техниках и относящиеся к разным стилям и эпохам. А изюминкой выставки станет коллекция винтажных игрушек, игр и кукол 60-80-х годов XX века, способная разбудить теплые воспоминания о детстве. Начало выставки в 10.00. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебская двина» проходит выставка Народного клуба любителей флористики «Анюта с любовью к вам». Посвященная 25-летию клуба, выставка познакомит посетителей с разнообразными техниками создания флористических композиций из всего многообразия природных материалов. Выставка открыта с 10.00. Арт-центр «Зепп» приглашает на хендмейд-ярмарку «Весна красна». Посетителей ждут работы талантливых хендмейд-мастеров и дизайнеров, разнообразные мастер-классы, цветочная фотозона с фотографом, бьюти-бар, отличная музыка и заряд хорошего настроения. Начало в 10.00. Витебский художественный музей представляет постоянную экспозицию акварели Феликса Гумена «Берега», посвященную 75-летию художника. Со своих полосин автор делится со зрителем безграничной любовью к родному краю. Пейзажи, портреты и нотюморты автора полны душевности и лиризма. Выставка работает с 10.00. Зрители Витебской областной филармонии ожидает уникальное иллюзионное шоу «Спящая красавица» в исполнении участника телешоу «Удиви меня» Виктора Шишко. В грандиозное представление включены самые зрелищные и разнообразные иллюзионные трюки, многие из которых созданы самим Виктором Шишко и исполняются впервые в мире. Смелые зрители смогут стать участниками волшебных фокусов на сцене, а также проверить аппаратуру и убедиться в реальности происходящего. Начало в 16.00. Труппа Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса представляет классическую трагедию Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в переводе Кондрата Крапивы. Словами великого драматурга и искусной игрой актеров режиссер Валерий Белякович в очередной раз напоминает, «Когда происходит трагедия, в ней виноваты все». Начало спектакля в 18.00. Битлз-клуб «Чердачок» приглашает на концерт панк-рок-группы «Дай дорогу». В рамках кастрольного тура музыканты исполняют свои новые песни, не забыв и о проверенных любимых публикой хитах. Начало в 19.00. Сегодня в вечернем Витебске у нас автор проекта, активная участница и самые главные маленькие участники лаборатории мастеров. Такой хорошей инициативы, мастериц, хозяек, я думаю, очень хорошего города Витебска. Присоединилась к нам Ольга Лагунова. Не успели, к сожалению, с Надеждой еще обсудить, что у вас есть и женский клуб, который, я так понимаю, курирует. Расскажите в двух словах, что такое женский клуб. Только начали первые шаги впервые в городе у нас женский клуб. Тематика будет разнообразная. Но коль уже женский, то мы его решили называть «Мастерская женского счастья». Почему именно «Мастерская женского счастья»? Потому как счастья не ищут, его создают. Будут затрагиваться аспекты в любых областях. Именно то, что составляет счастье для женщины. На встречу будут приглашаться психологи, педагоги. Медики, женщины, бабушки, девушки, мамочки. Они могут задать любые вопросы. Это будут и тематические встречи, это будут и чайные церемонии проходить. Также будем приглашать визажистов, стилистов. То есть у нас очень богато. Куда уже без этого, без красоты. Да, конечно. Наверное, готова какая-то будет кулинарная история. Да, мы хотим мастер-класс один именно с девушками провести, что касается женского клуба, в одном из кафе города Витебска. Уже есть задумки, готовы уже принять. Отлично. Есть идея поделиться пасхальной темой, да, как булки печь. Есть идея подключить наших бабушек, потому что есть такое блюдо, очень вкусное и очень старенькое, как клёцки. И нельзя бабушка приставить без этого блюда. Поэтому тоже есть идея, чтобы пришли, поучаствовали именно в приготовлении этого блюда, но и отъедали. Такая, получается, преемственность каких-то семейных традиций, да, чрезженских? Ну, как женщину приставить без семьи, это сложно. Хорошо. Ольга, расскажите, а какое направление работы курируете вы? Я хочу рассказать немного о детских посиделках. Что вообще это такое, как они появились. Детские посиделки, да, называются? Да. И что мы там делаем. Я многодетная мама, у меня замечательный муж, доченька и двое сынишек. И, ну, можно представить, что дети – это шум, игры, бегалки, прыгалки, скачки, карандашики. Активная, насыщенная жизнь у вас. Да, да. И всё всегда в кругу семьи, все праздники, дни рождения у нас проходят весело, организованы с конкурсами, с играми. И вот в этот прекрасный момент, когда до праздников было ещё далеко, да, до больших дней рождения мы уже все отгуляли, подходят ко мне мои детки и говорят, мам, давай пригласим кого-нибудь и сделаем праздник. Ну, я вот поняла, что детям нужны гости, нужны праздники, и поэтому возникла такая идея провести детскую встречу, чтобы она прошла интересной и познавательной, да, с пользой. Вот. Так и возникла идея. Муж меня поддержал, говорит, ты занимайся детьми, я вас обеспечу, всё, что нужно, делайте, лишь бы деткам было хорошо и нравилось. Вот. Что такое детские посиделки? Это детская встреча, на которой мы встречаемся, детки знакомятся, общаются, заводят дружбу. Такой маленький праздник, можно так сказать? Да, маленький праздник, да, я так это и называю, да. Мы приглашаем даже не на какой-то там мастер-класс, а мы зовём в гости, да. Вот. Раскрываем тему, дети делают поделку на эту тему, потом игры, конечно, потому что детей нельзя представить без игр, ну и в конце сладкий стол. А какие темы? Вот, хочу поподробнее, да, раскрыть. Значит, темы у нас всегда связаны либо с временами года, либо с погодой, с семьёй, с семейными отношениями, ну и, конечно, с праздниками. Ну, например, осень, мы делали тему доседания осени, изготавливали осенние листочки. «Моя мама лучше на свете» была тема, мы делали букет из пуговичей, да, вот здесь представлено. Зимой украшали варежки бусинниками. На масленицу пекли блины, гели с мёдом, с брусникой в сахаре, а также делали солнышки. Сейчас весна, будем делать веточки вербы. То есть, тема у нас всегда обозначена, и поделка связана с этой темой. Поделки выбираем несложные, потому что детки у нас присутствуют и маленькие, да, от 3-4 лет, ну и пока им будет интересно, да, тут возраст у нас не ограничен. Посидев за посиделкой, подделкой, да, вернее, мы переходим к такой подвижной части наших игр, нашей встречи, это игры, надвижения у нас игры. Потому что ребёнок, посидев за столом, сделав подделку, ему хочется побегать, попрыгать, подотрагиваться, покасаться друг друга, да, так сильные ощущения очень важны деткам. Поэтому игры выбираем добрые такие, как ручеёк, колечко, выбивало и всё, во что мы когда-то выбирали детки. Я вот так подумала, какое счастье сейчас дойти, придти на такую встречу, отойти от компьютера, от планшета, от телефона и пообщаться, то, чего сейчас не хватает. В выходной день, чтобы они пришли, пообщались, познакомились, раскрепостились. Вот, ну и после таких вот подвижных игр, конечно, мы приглашаем всех за сладкий стол, потому что, ну, нельзя представить праздник детский. Детский праздник без глазняшек, да. Если ребёнок идёт в гости, да, уже само подразумевается слово, что там что-то будет вкусненькое. Угощаем мы печеньем, зефирками, соком, компотом, чаем, да, вот что дети любят. Ну, и, конечно, когда мы садимся за стол, то здесь уже дети, вдоволь наигравшись, да, получив такую положительную энергию, эмоции, они приходят в более спокойной беседе, дружеской, они рассказывают анекдоты, рассказывают смешные истории, ну, и закрепляют своё знакомство, свою дружбу и оставляют приятные впечатления и положительные эмоции о нашей встрече. И мы всегда зовём к нам в гости, ждём всех, и приходите к нам на наши праздники. Будем отдыхать вместе, дружить, общаться и творить. Интересно, что в такое время вот не хватает такого личного общения, и вы дарите, получается, детям вот то, что, например, у нас, наверное, ещё с Ваней было, да, в детстве, а сейчас этого очень мало. Именно общение. Да. Это очень здорово. А вот я смотрю на, ну, на то, какие поделки сейчас вот делают девочки, да и вообще на те поделки, которые есть в студии, их забирают потом ребята к себе домой, оставляют как память, или их можно где-то увидеть у вас, может быть, есть там лучшие какие-то работы, которые вы... Всегда перед, значит, встречей мы сами делаем поделку, чтобы можно было продемонстрировать, что ребёнок будет делать, но это каждая поделка индивидуально, потому что ребёнок раскрывается здесь, он фантазирует, выкладывает в поделку свой внутренний творческий мир. Мы только тему обозначим, и поделки индивидуально, потому что кто-то выбирает цвет, который ему больше нравится, кто-то выбирает форму. Эти поделки дети забирают к себе домой, крышают комнату, либо дарят знакомым, родным, любимым своим. Вот. Ну, а все работы, которые мы делали, вы можете посмотреть в нашей группе, в Одноклассниках есть группа «Детские посиделки», и ВКонтакте есть наш творческий клуб. А выставку какую-нибудь провести тематическую, не думаете, собрать работу? Есть много идей, столько всего хочется обратить. Да, я вот где-то общалась с администрацией одного из музеев, вот, сказали, что все эти тематические встречи, выставки, да, у них именно уже записаны уже с декабря месяца. И чтобы как-то вклиниться, они, конечно, нас примут, будут форточки, будут какие-то пробелы, обязательно с нами созвонятся. И я думаю, что выставка будет в одном из музеев, где, когда, да, где, когда это все будет уже, я потом это все скажу. То, что мне, например, даже кажется, извини, Юля, что вот выставки, они даже, может, не столько будут важны просто людям, которые будут, да, приходить, сколько важны для самих детей. Да, собраться, посмотреть. Чтобы они понимали, да, и вообще, где находятся их работы, и какое им значение придают. Вот это вот самое, самое важное. Вот я хотела бы побеседовать с нашими маленькими гостями, которые там просто как маленькие волшебницы что-то мастерят, клеят. Девочки, давайте, возьмите, пожалуйста, микрофон, мы с вами немножко пообщаемся, немножко отвлечем вас от очень важной работы. Расскажите, пожалуйста, чем, чему вы научились на вот этих детских посиделках, на мастер-классах, что вам нравится там? Нам нравится делать поделки, мы научились делать декупаж, делать пряники и многое другое. Здорово. Ну, перед вами микрофон. А что сейчас вы мастерите у нас в студии? Мы делаем поделки к Пасхе, цыплят в корзиночках. А из чего делаете? Из пластиковых стаканчиков. А покажите, давайте попросим наших операторов крупно показать, какое чудо можно сделать из пластикового стаканчика. Я даже вот отсюда не сразу увидела, не сразу поняла, что это из пластикового стаканчика. А скажите, а вы потом эти работы кому-то подарите? Да, подарим эти работы к Пасхе, родителям. А скажите, вот вы чему-то вот научились, да, на занятиях, а потом дома в свободное время вы мастерите что-то? Да, мы в свободное время делаем. Я подарки дарю родителям, что мы делаем на мастер-классах. Теперь я знаю, как это делать. И делаю родителям, бабушкам, подругам. А друзья у вас новые появились на этих мастер-классах? Да, появились. А игры, про которые мы рассказывали, играли вы в них тоже? Ну, здорово. Скажите, такой классный, очень душевный, тёплый, человеческий проект поддерживает вас кто-то, помогает вам кто-то в городе? Да, я бы хотела сказать, что меня жизнь сводит с очень интересными людьми. И таким интересным, открытым является человек Прокофьева Людмила Леонидовна. Она же является председателем благотворительного фонда города Витебска. Ну, в силу многих обстоятельств она не смогла сегодня присутствовать, поэтому от её имени я немножко расскажу о фонде. Да, что это за фонд. Вы совместно с ним же тоже работаете, правильно? Конечно. Вот. Начало было положено в феврале 2013 года, и только в мае месяца того года были подписаны уже соответствующие документы по поводу создания фонда у нас в городе Витебске. Фонд создан для того, чтобы каждый из нас мог проявить свою доброту, теплоту сердца, внимание и ласку к тем, кто, к сожалению, этого всего лишён. Фонд помогает малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам. И любой вклад, пусть это будет финансовый, материальный или даже любое ваше участие, не остаётся незамеченным. Есть сайт нашего фонда благотворительного, я бы хотела назвать... Да, давайте мы покажем его. Да, он легко запоминается, благотвори.бай, где можно прочесть о всех его задачах, проектах. И у вас вот книги лежат, давайте покажем. Да, дело в том, что фонд сотрудничает с типографией Витебской, и вот Витебская типография, вот, допустим, издаёт сказки для малышей. Сказки «Кота Тимофея». Да, очень интересно. То есть издательская деятельность тоже. И вы тоже участвуете в каких-то благотворительных проектах, правильно? Мы проводим благотворительные акции в помощь детям-сиротам, детям-инвалидам. Вот, фонд ещё проводит фестивали, всевозможные праздники, и в школах-интернатах, и в домах ребёнка. Мы всегда рады видеть деток с детского дома, на своих праздниках. И активно приглашать, да, что-то ждём. Позвольте, я тогда, наверное, в тему добавлю, мне вот сейчас прислали сообщение. У нас есть такая программа «Здоровье», и в эту программу приходила заведующая Витебским хосписом. Так вот, она говорила, что пациенты, их родственники очень любят рассматривать подделки, рисунки, различные игрушки. Ну, то есть всё, что им интересно. И очень просила откликнуться те, кто имеет такие подделки. Так вот, допустим, например, вот конкретное предложение. Вы бы откликнулись, вам интересна вот такая форма? Может быть, выставку какую-то организовать? Может быть, там мастер-класс устроить, посылочку какую-то собрать? Я поняла. Ваня, да. Очень интересная идея. Я думаю, что почему бы и нет, потому как понятно, что в хосписе, да, это уже одни детки. Ну вот, прямо вот в эфире хорошее предложение. Спасибо. Хорошо. Очень у нас осталось буквально две минутки до конца эфира. Какие вот планы, вот ближайшие, что будет у вас на этих выходных? Какой мастер-класс будет проходить? Будет ли что-то? В субботу будет проводить мастер-класс сама Ольга Лагунова, детские посиделки и её сладкий стол. В воскресенье, 17 апреля, мы нашли мастера по чайной церемонии, который может всё это рассказать. Ян, его зовут Ян, вот, он будет проводить чайную церемонию, дегустацию такого чайного напитка под названием Мате. Вот, очень будет интересно, могут участвовать не только дети, но, как я сказала, уже и взрослые. У нас клуб для всех, поэтому ждём всех, приходите в гости, будем отдыхать вместе. Я знаю, что девочки подготовили стихотворение, которое, да, о творчестве, о своём клубе. Давайте мы их попросим, буквально минутка у нас осталась, рассказать в стихотворной форме. Кто, кстати, автор? Вы знаете, я это стихотворение нашла в интернете. А, и автор интернета въездил, да, поэтому... Пожалуйста. Могут руки людей сделать чудо любое, и по белому полю можно выткать цветы. И по синему небу солнце вышить золотое, чтобы было чуть больше на земле красоты. Я возьму в руки нить и простую тряпицу, и немного фантазии, и волшебства. И сошью такое, чтобы вам и не сниться, чтобы на свете жила красота. И у людей, чтобы сияли улыбками лица, чтобы только на свете жила доброта. И хочется попросить, чтобы все улыбнулись красиво и создаете красоту. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. Что создавали участники нашей рубрики «Попаде в телек»? Сейчас посмотрим. Александру Куринману слово. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Друзья, сегодня в торговом центре «Марка Сити» как-то по-особенному хорошо, легко и весело. Возможно, потому что я пришел на свою любимую работу снимать рубрику «Попади в телек». Возможно, просто потому, что кто-то запустил сюда веселящий газ. Не знаю, пока что причины выясняются. Всем привет, мы начинаем. Поехали! Друзья, мы сегодня снимаем ремейк на фильм «Бригада». У нас здесь в гостях «Пчела», «Космос» и «Саша Белый». Кто из вас кто? Ты кто? «Космос». «Космос», а ты? «Саша Белый». «Саша Белый», а ты «Пчела». «Пчела». «Жужжать умеешь?» «Нет». «Жалить?» «Нет». «А мед добывать?» «Нет». «Просто полосатый?» «Нет». «Чего-то не подходит. Ладно, «Космос». Вот скажи, 12 апреля недавно был день космонавтики, да?» «Да». «Ты знала бы?» «Да». «Почему празднует этот день?» «Ну, я думаю, что вот именно в этот день Юрий Гагарин полетел впервые в космос». «Полетел, да? А какая у него была известная фраза?» «Поехали». «Поехали». «Почему? Вот как можно доехать до космоса? Вот почему?» «Ну, можно долететь, наверное». «Выговорил, поехали». «Вот мне кажется, что вот «поехали» не та фраза, которой должен запомниться космонавт, да?» «Да». «Вот таксист, понятно, там до вокзала сколько? Тридцатка. Поехали, да?» «А может быть, он просто имел в виду что-то иное? Вот представь, что ему просто говорили, вот «Юра, ты полетишь в космос». «Да вы что, поехали?» «Понимаешь?» «Федя, Леша и Даня, вы живете в прекрасное время, тогда все очень просто. У каждого из вас наверняка есть мобильный телефон». «Да». «Вы не могли бы подарить мне каждый свой мобильный телефон?» «Просто это обязательно условие нашей рубрики, я отжимаю мобильный телефон». «То есть уже все, как бы выбора нет». «Нет, нет, телефон, сам аппарат. Давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. У тебя айфон, все, ваше мнение. У тебя тоже айфон? Только твой». «Только твой». «Ладно». «Ладно, ребята, это был небольшой розыгрыш, проверка ваша на смелость. Вы смелые парни, вы сегодня попадаете в телевизор. Все очень просто. Вот отсюда твоя задача поразить это кольцо. Давай пять с первой попытки. У тебя есть 1924 попытки. 1925-я, она уже идет платная. Нужно в Белинвестбанк занести деньги. Ой, хорош, молодец. Ты попал в телик, я тебя поздравляю. Давай. Хорош. «Я передаю привет всем одноклассникам своим, маме, всей школе». Круто. «Всем привет». «Я передаю привет своей маме, родителям и школе». «Я люблю тебя до слез, если в телик ты попал, но а если не попал, не люблю тебя вообще». Как зовут? Вова. Данила. Вова и Данила. Вот простой вопрос. Почему Данила в шапке, а Вова без шапки? Маму не слушаешь, что ли? Мне нравится. Нравится. Сколько лет? В 11. Вот пойми, в 11 лет нету такого, нравится, не нравится. Мама говорит, надо шапку носить, все. Тебе мама разрешает без шапки? Да. Крутой парень, ты смелый, ты способен вот так вот взять и сказать, мама, я хочу без шапки. Нет, мне мама сомневаешься. Она говорит, иди без шапки. Ну и сказала, можешь идти без шапки. И ты выбрал вариант без шапки? Да. Ты выбрал вариант с шапкой? Ну, я сам просто взял. Тебе просто так нравится? А если бы мама сказала, нельзя без шапки? Пошел бы без шапки. Вы два послушных мальчика? Да. Вы так говорите, потому что мама увидит? Не знаю. Как нет? Вы не боитесь, что мама увидит? Нет. Куришь? Нет. Куришь? Нет. Ладно, я верю, что вы не курите. Вы нормальные пацаны. Ребята, вы молодцы. Надо слушаться родителей, потому что это самое главное, что у нас есть в жизни. Правильно? Родители. Правильно? Поэтому слушайте. И сегодня вы можете своим родителям сделать приятно, передав им привет. Давай. Ты забил, красавчик. Попал в телек. Сюда вот. Смотри, себя натягивай и отпускай. Хорош. Попал в телек. Я тебя поздравляю. Я передаю привет своей маме, своей сестре и своему папе. Я передаю привет маме, бабушке, дедушке и всем своим друзьям. Сегодня у нас получился такой пацанский эфир, да? Одни пацаны. Причем серьезные. Серьезные, четкие, ровные пацанчики. И я как ровный пацанчик тоже с вами попрощаюсь. Без слов. Обувной холдинг Марка представляет. Попади в телек. Завершаем наш пятничный вечер в телекафе «Вечерний Витебск». Мы в компании одесской группы «Эпполец», финалисты украинского шоу «Экс-фактор» накануне, вот совсем накануне своего выступления в Витебске, заглянули к нам. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. У вас тур по Беларуси, да? Да. Где вы уже выступали? Мы вчера были в Борисове, сегодня в Витебске, завтра будем в Могилёре, послезавтра в Минске, послезавтра в Гомеле. А потом мы возвращаемся снова в Украину и продолжаем заканчивать уже. Украинский тур. А первый концерт в Беларуси вообще в принципе для вас, да, первый концерт был в Беларуси? Нет, нет, у нас уже это третий тур. И как на этот раз прошло, как вас приняло? Ну, мы можем сказать только про один концерт, но концерт прошел хорошо. И видно было, что он долгожданный. И так получилось, что мы пропустили презентацию второго альбома и приехали сразу уже с двумя альбомами. Но в Витебске-то вы первый раз? Витебске первый раз. Да, в Витебске первый раз. Как сегодня ваш день прошел? Хорошо, насыщенно, скажем так, потому что мы приехали и мы после завтрака, ну, первый концерт в Витебске, мы сегодня раздавали, честно говоря, флэйра на концерт. Ну, а после концерта будете раздавать автографы. Вообще, между Витебском и Одессой на самом деле очень много общего. Наши телезрители сейчас прекрасно понимают, о чем идет речь. Ну, а вообще, ваши впечатления о городе, как вам? Нам очень понравилось. Очень уютный центр. Ставят часть города, это единственное, где мы успели побывать, и там очень красиво. Вообще, Одесса такой своеобразный город, со своей культурой, со своей атмосферой. Как за это отражается в вашем творчестве, как вы думаете? Такое есть у вас что-то? Вероятно, как это отражается. Ну да, мы просто, наверное, этого не замещаем. Это, скорее, заметно слушателям. Ну да, можно сказать. Специально мы никак никуда это не вставляем в нашу лейку. Не позиционируетесь совсем уже. Ну, это, естественно, что это неискоренимо. В каждом Одессе. И любимый город, да? Да, конечно. Хорошо, а расскажите немножечко, давайте познакомим, во-первых, наших телезрителей с вами, да, давайте познакомим со всеми участниками, которые к нам пришли. Давайте. Павел расскажет, как он говорит. Я вокалист Павел Верениц, рядом со мной по левую руку сидит гитарист Андрей Галверда. Ясно. Дальше вот это поднял чашку, указал на себя Александр Решетарь, и это наш бас-гитарист, и пятый гитарист Игорь Смирнов. Он же барабанщик. Он же барабанщик, тыркуссионист и очень хороший человек. Ну и вообще, как он сам себя называет ударника? Я так понимаю, это связано не с тем, что он, наверное, самый работоспособный член вашего коллектива. Не, по правде говоря, он самый работоспособный, потому что он еще и водитель. Расскажите, как собиралась группа, то есть с чего все начиналось, что объединило вас? Объединило любовь к музыке и желание стать музыкантами в полном смысле этого слова. То есть посвятить себя полностью музыке, все свое свободное время и, наверное, все... ну, хотелось бы всю жизнь. Начинали вы с кавер, да? И была совершенно другая группа. Под другим названием. Под другим названием. Это тот же был коллектив. Мы собрались в 2011 году и в 2012 мы переименовались, выпустили первый свой короткий альбом и после этого началась история группы «Полец». Мы поездили по крупным фестивалям, повыигрывали конкурсы, выпустили уже сейчас третий альбом свой и вот сейчас приехали в Беларусь. В Украине много катаемся, в Украине собираем большие площадки. А среди этих фестивалей и награды, что для вас такое самое важное? Ну, мы открывали много больших фестивалей украинских. Байс-сити, Старе Мисту. В прошлом году мы были одной из самых фестивалей украинских групп. Мы участвовали в 18 фестивалях. Ну, осыщенный год был, да? Вот в прошлом году еще поучаствовали в X-Factor. Как вам впечатление вообще от X-Factor? Уж такой состоявшейся группой туда же пришли, правильно? Отлично. Много нового узнали. Много нового узнали. Много закулисья шоу-бизнеса и организации крупного телевизионного шоу. Это было интересно. Познакомились со многими нужными, известными людьми и профессионалами своего дела. На следующий день, после того, как эта, допустим, программа вышла в эфир, ваши телефоны, ну, я не знаю, там, Александр, Игорь, оборвали звонки? Конечно. Удивились люди, кто звонил, говорил? Интересно, кто смотрит X-Factor? Ну, сначала близкие. Близкие друзья звонили. Это как? Это вообще? Это что это такое? А что это вы, да? И вот так это происходило. Нет, на самом деле, звонили незнакомые люди и рассказывали, ну, рассказывали, что мы когда-то были с ними знакомы. Кто-то рассказывал, что он мой родственник дальний. Ну, вообще, Одесса, это же такой город, где, ну, он большой, но большой, конечно, по определенным меркам. Это одна большая семья, наверное. Но на самом деле, там ведь многие друг друга знают. И как вообще в Одессе? Ну, вот, отнеслись к тому, что выиграли. Ну, есть же там, например, форумы всякие, там, чаты, сообщества, не знаю, где общаются ваши горожане. Они как вообще к вашему участию отнеслись? Комментировали что-то? Мы не выиграли, мы больше в финал попали. Ну, извините, не выиграли, ну, хорошо попали в финал. Это тоже победа. Ну, у нас есть Одесский форум, но, честно говоря, там, я не помню, какие комментарии разные были. Кто-то говорил, о, мы знаем эту группу давно, мы ходили на их концерты. Кто-то говорил, зачем оно им надо? Они же и так, как бы, состоявшаяся группа. Это вообще не их формат. Кто-то, наоборот, говорил, что молодцы, правильно. Ребята стараются свою музыку, как можно до широкого круга слушать и донести. Ну, сколько людей, столько мне. Ну, в общем, как бы, все были довольны, как бы, нас поддерживали. Родной город нас поддерживал. Говорили, молодцы, это Одесситы. Да, это не через форумы, это было лично. Ну, это приятнее, когда в лице окружаешься. Ну, нам подарили несколько автомобилей, да, мы моторную лодку подарили. Ну, сейчас она стоит в гараже у папы. Шуток. Ну, да, мы помнили. После, ну, можно сказать, что, допустим, это шоу было каким-то этапом в вашем творчестве, что-то изменилось после участия? Ну, может быть, мы по-другому себя сейчас ведем, разве что на концертах. После этого, ну, когда вышли из X-Factor, мы сразу сели в студию записывать альбом с новыми песнями. Из них, ну, только одна, по-моему, была написана на самом проекте. Все остальные мы записали до этого, то есть написали до этого, до участия. Ну, это, по-моему, ваш группа, это полностью оригинальный материал. Конечно, конечно. Я читала, что у вас, вот, как-то вы не стремитесь к какому-то формату, к какому-то одному стилю, одному звучанию, с каждым альбомом это что-то новое. Вот в тех альбомах, которые вы, два, получается, да, вы сейчас презентуете в Беларуси? Треть. Ну, два последних, вы сказали. Мы сразу два сейчас презентуем, пропустили выход. Да, но вы уже первые. Да, да. Да, вот два новых, свежих для Беларуси, которых вы. Что вот в них особенного и что может удивить, может быть, ваш? Ну, так огромный такой пласт нашей жизни – это два года наших мыслей, переживаний, каких-то рассуждений. там много веселых песен, там очень много стилей, там есть блюз, есть фанк, есть какой-то гаражный рок, есть, ну, то есть там очень много намешано стилей, и вот это, если брать уже конкретно два этих альбома, вот, ну, и по левике там тоже очень много… У вас такое все очень-очень личное, понимаете, с… Ну, мы же пишем от своего лица. Угу. Угу. Ну, и сейчас тур по Беларуси, потом Украина. Что дальше? Есть ли какие-то еще планы у вас ближайшие? Да, ну, есть планы, у нас фестивали впереди, много стран нас ждет впереди, у нас в группе, на сайте, в ВКонтакте, в сообществе, в сообществе в Фейсбуке всегда обновляется информация о наших концертах, о наших дальнейших планах, новинках, каких-то релизах и так далее. То есть следите за этим, подписывайтесь. Хорошо, еще я нашла интересный факт, когда готовилась к интервью, что вы, Павел, до того, как начали заниматься музыкой, успели поработать и моряком, и даже, как было написано в материале, мужем по вызову. Да. Это правда? И давайте, может, немножко объясним. С чего начать? С моря или с моря? Давайте с моря начнем. Я закончил в Одессе морскую академию и с третьего курса работал в море. Ходил весь и заочно учился уже, заканчивал морскую академию. По карьере дошел до четвертого механика. Был на всех континентах, кроме Австралии и Северного... Австралии и Антарктиды. Был огромное количество стран, много всего пробыл, много всего видел. И как-то еще, как-то раз, понял, что не стоит обманывать себя и вернуться к музыке. И я занялся музыкой, собрал группу. Но до этого как-то надо было существовать, поэтому я много работ на берегу перепробовал. Одна из них была «Муж по вызову». Это ничем... В кавычках. Интимным ничего не занимался. Я ремонтировал одиноким женщинам их душ. Нет, я ремонтировал различные бытовые приборы. Ну, души в смысле. Да, души. Такой опыт. А парней вообще, ну, как вас участие в группе изменило? Ну, кому-то, может быть, там, зарубило карьеру какую-то на камню, тоже кто-то учился долго, а потом решил, что нужно отдать себе музыке. У кого-то, может быть, была какая-то работа, и он сейчас жалеет, что предал профессию. Нет, у меня не было никакой карьеры. Нет, мы работали и ждали пока, когда это свершилось. Когда Паша вас соберет. Когда, конечно, мы будем делать музыкантом. Ну, на самом деле, проблема в Одессе только в одном, что в Одессе половина светофоров не работает, потому что наш гитарист ушел с работы. Да ладно, я ушел со светофоров еще до того, как ты собрал группу. Да, было. Ты готовился к этому. То есть не только у вас есть интересные факты в творческой биографии? У всех, наверное, они найдутся. Ребята, у нас впереди выходные. Как ваши выходные пройдут? Мы будем в Минске и в Могилеве с концерта. То есть дорога, концерты? Да, да. Ну, у нас до вторника пока в планах путешествия по Белоруссии. А потом мы возвращаемся в Украину снова на концерт. Ну, а вообще для вас идеальные выходные это какие? На концерте, на сцене для меня. Ну, да, наверное, дома с семьей провести выходные, но такое редко бывает, потому что, как правило, у нас по выходным концерты. Ну, тоже неплохо. Ребята тоже поддерживают, наверное, да? Концерты – это лучшие выходные, да? Или тоже поддерживают, соглашаются. У вас вообще есть выбор? Или вот сидит человек, который дикит вам, что делать? Выбор есть всегда. Это сейчас в один голос с ним это сказали. Что ж, ребята, большое спасибо, что заглянули к вам. Удачного вам выступления, которое вот начнется буквально сразу после нашего эфира. Да, сегодня у вас 1.00 в клубе «Битлз», клуб «Чердак». Мы играем концерт, сыграем два наших новых альбома «Догма», «Культ». Приходите, будет очень хорошо, и вам понравится, и вы не пожалеете. Я вас уверяю. Спасибо большое. Успехов вам, ребята, хорошего выступления сегодня, ну и хорошего турка в Беларуси. Приезжайте к нам еще. Спасибо. Обязательно приятно. Вы же понимаете, что мы просто так сейчас, ребят, не отпустим? Да. Ну, объясните, что мы сейчас услышим, ну и наш телезритель тоже. Услышим мы новую песню в акустическом ее исполнении с нашего последнего третьего альбома, который называется «Культ». Это последний третий, больше третьего не будет. Хорошо. Третьего называется «Скажи». Все. Ждем акустику от «Эпполец». Мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. До встречи в эфире. Вы смотрели «Вечерний Витя». До свидания. Желаем нескучного вечера. Прощаемся с вами. Получается, уже до следующей недели. На этом все. Ну и прямо сейчас группа «Эпполец» из Одессы в «Вечерний Витяновске». Пока. Я хочу идти, але не обтекти. Это бог бога Киев, тут злиба. Речки взошли зі своїх боев. Деревы слетают в небо. Не веришь в те, что знаешь. Зменивают наши ДНК, далі с тобою вже не я. Розунг свий ты програешь. Но задатки ще в небе я. Чого ты ще чекаешь? Скажи мне, чи здатньо дойти до краю ты и я? Чи вертизмом будет правду, где она? Я ходить шукати знову, чи десь є вона. Сьогодні щось ти продаєш, завтра протани вже там. Немає різниці, де ти живеш, щоб з них сховати боку там. Все віддаш ти за дьма. Я хочу йти, але не втекти. І кричати сил нема. Скажи мені, чи здатні дойти до краю ты и я? Чи вертизмом будет правду, где она? Як відшукати знову, чи десь є вона? Чи вертизмом будет правду, где она? 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 Я хочу йти, десь є вона. Так о чем-то знову. Субтитры подогнал «Симон»